Здравствуйте, уважаемые зрители! 22 апреля исполнится 152 года со дня рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина, нашего самого знаменитого земляка. А в декабре этого года мы отметим столетие со дня образования СССР, Союза Советских Социалистических Республик. Создателем этого первого в мире социалистического государства стал Владимир Ильич. К этим двум датам приурочена выставка, которая открылась в Доме музея Ленина. Выставка «Страница истории социалистической мысли» основана на коллекции книг, которую начал собирать примерно 30 лет назад Анатолий Петрович Дмитриев. Когда-то он жил в Ульяновске, был активным партийным деятелем и возглавлял газету «Ульяновский комсомолец». Позже он переехал в Москву. Сейчас пополнением коллекции книг занимается сын Анатолия Петровича Александр. Собрание уникальных изданий давно переросло в частную библиотеку. В нее входят почти 10 тысяч томов. И все они посвящены истории социалистической мысли. Хранитель редких изданий накануне дня рождения Владимира Ильича Ульянова-Ленина, того, кто развивал социалистическую мысль в России и в мире, решил познакомить ульяновцев с некоторыми экземплярами коллекции. На выставке представлено около 30 редких книг. Начинается выставка народниками, заканчивается сталинскими альбомами. Понятно, что все мы разместить не могли, но самая яркая часть представлена здесь. Здесь прижизненный Ленин, здесь прижизненный Плеханов, Петр Лаврович Лавров. То есть все оттенки, смыслы и разновидности социалистической мысли. Именно русская социалистическая мысль представлена в этом музее и нас это очень радует. Ну вот давайте начнем тогда со самой старейшей. Она была издана в 1870 году, когда родился Владимир Ильич. Так точно. Это книга Петра Лавровича Лаврова, русского философа, одного из идеологов народничества. Книга очень редкая, потому что на момент издания Петр Лаврович живет в ссылке в городе Татьма, и книга выходит тиражом всего 100 экземпляров. Понятно, что она была сразу запрещена, потому что в этой книге содержится призыв к лучшему миру и к прочим вещам, которые в 1870 году были, не приветствовались, так скажем. Поэтому значительная часть тиража была уничтожена. Петр Лаврович сразу после издания уехал в миграцию, больше в Россию не возвращался. Но один из этих экземпляров, по счастью, попал к нам в библиотеку, и сегодня ульяновцы могут на него посмотреть. Но все-таки книга была переиздана в 1891 году. И вот интересно, Владимир Ильич знаком был с этой книгой? Конечно, Владимир Ильич был знаком с этой книгой, потому что Владимир Ильич всю вторую половину 90-х годов, 19-го века посвятил борьбе с народниками, в том числе и с последователями Петра Лавровича Лаврова. Конечно, он читал эту книгу. На выставке еще следующим у нас здесь идет Александр Потресов. Потресов Николаевич. Вот о нем, да? Тоже вкратце. Конечно, Александр Николаевич Потресов, один из группы трех так называемых молодых. Это группа ссыльных, которая в 1900 году освобождается из ссылки. Ленин освобождается из Шушенского, Потресов из Вятки. Третье освобождение за старухание Юлий Осипович Мартов. Это группа молодых, которая в сотрудничестве с группой так называемых стариков, Георгий Плеханов, Вера Засулич, Павел Аксирот. Они встречаются в эмиграции и начинают создавать план будущей марксистской газеты, которую все знают, называется «Искра». Александр Николаевич – соратник Ленина. Удивительная история. Именно Александр Николаевич является персонажем, наверное, самой необычной ленинской статьи, которая Ленину вообще не свойственна. Ленин писал достаточно сухо, но у него есть ярчайшие произведения, и одно из них – «Как чуть не потухла искра». Блестящая статья, в которой Ленин буквально жалуется на Георгия Ильича Натюплеханова, и говорит, там постоянно повторяются фразы, «Плеханов – человек нехороший, нехороший». Там слово «нехороший» повторяется раз пять. И обращена эта фраза как раз с Александром Николаевичем Потресовым, с которым они ходят вокруг Женевского озера, злятся на Плеханова, скрипят зубами, но ничего не могут сделать. Читать это очень интересно, это очень яркие, интересные страницы. К сожалению, на втором съезде РСДРП Потресов и Ленин разругались. Ленин, потеряв политического соратника, тут же рвал с ним всяческие отношения и личные отношения, поэтому с Потресовым они стали злейшими врагами. Потресов – основатель того, что чуть позже стал называться «правый меньшинизм». То есть был левый меньшевизм, его возглавлял Юлий Осипович Мартов II, еще один из триумирата молодых. Потресов стал представителем «правого меньшинизма», то есть это ближе даже к кадетам и октябристам, то есть политически он ушел туда. Хотя он по-прежнему остался социал-демократом, и на выставке представлены две его работы. «Этюда русской интеллигенции» 1606 года, и очень интересная книжка, написанная совместно со вторым меньшевиком, очень важным меньшевиком, Борисом Николаевским, человеком, который чуть позже спасет рукописи Маркса, когда офис социал-демократической партии Германии штурмовали гитлеровцы. Николаевский вывез часть архивов и спас их. – Ну вот следующий герой, автор, точнее, книги, Георгий Валентинович Плеханов, он, наверное, более известен в широкой публике. И вот именно он, он был все-таки для Ленина, мне кажется, идеалом. – Конечно. – Даже Кропска описала, что он… – Влюблен был. – Да, влюблен. – Владимир Ильич был, безусловно, влюблен к Плехану. Он этого слова не стеснялся. – И в то же время он с ним тоже, вот, были у него недопонимания. – Владимир Ильич был резким, но справедливым. Георгий Валентинович Плеханов, конечно, огромная звезда на социал-демократическом небосклоне. Очень важный человек, один из первых русских марсистов, корреспондент Маркса. Важнейший человек, тот, кто ввел обороты многие марсистские термы, потому что марксизм времен Плеханова, он немецкоязычный. Большинство терминов на русском языке марксистских не существует. И Плеханов важен тем, что он составил первый марксистский словарь в вокабуляр. То есть без Плеханова мы бы не могли оперировать этими терминами. Плеханов перевел не первым, но один из самых лучших переводов манифеста Коммунистической партии. Много-много чего. Плеханов важнейший вклад сделал в русский марксизм вообще. – То есть он основатель русского марксизма. – Понятно, что он ленинский учитель, понятно, что он ленинский наставник, патриарх, и все это в одном человеке сошлось. Но да, пути политические разошлись. Они разошлись на втором съезде РСДРП, потом они сходились-расходились, но главный разрыв случился в 1903 году на втором съезде РСДРП, так же, как с Мартом, так же, как с Потрисом. Хотя формально с Лениным они остались в одной группе, но буквально через несколько месяцев Плеханов не выдержал давления меньшевиков, переменкнул к ним, и вот эта коалиция с Лениным… – То есть его переманили, получается, или как? – Ну, переубедили. – Переубедили. – Переубедили. Да, и они начали обмениваться нелицеприятными письмами. Ленин писал, что… Он писал «Не преданный вам, а преданный вами Владимир Ленин». Это… Ленин был очень обидчив. На выставке есть несколько… Плеханов стал выпускать фракционную газету, фракционный журнал, брошюру. Дневик социал-демократа, она есть на выставке. – Из Женевы, да? – Да, да, да. Он жил в Женеве на улице Кондоль, и, собственно, с улицы Кондоль к нам этот выпуск и пришел. – А в чем же все-таки разногласия у них были основные между Лениным и Плехановым? – Плеханов был классический марксист-ортодокс. То есть слово «маркса» не оспаривается. Попытки творчески перерабатывать марксовые взгляды Плеханов категорически не воспринимал. Вообще никаким образом. То есть на тот момент появился Эдуард Бернштейн, душеприказчик Энгельса, тоже марксист, но он вольно, с точки зрения Плеханова, толковал слова Маркса. Маркс был веселый и разнообразный человек, и я бы уверен, что он отнесся к этим ветвлениям спокойно, но Георгий Валентинович не смог так сделать, не смог отнестись к этому спокойно, поэтому ветвление Бернштейна называлось «ревизионизм». Георгий Плеханов очень жестко боролся с ревизионизмом, Ленин, кстати, тоже. Там были нюансы, каким путем пойдет история. Плеханов, как и Маркс, был уверен, что она пойдет постепенно, что новые технологии на развитие науки и техники само приведет к смене формации. То есть из феодализма перешли в капитализм, и таким же образом постепенно, эволюционно капитализм сменится новым обществом, которое Маркс называл коммунизмом. Ленин не готов был ждать, он сказал, что мы должны взять это силой, то есть слово «прешпорить историю» – это ленинская фраза. В этом была суть проблемы. Каким образом? Плеханов говорил, что в крестьянской стране, понятно, что Россия крестьянская страна, но на момент их спора почти 90% населения страны – крестьяне, и Плеханов за Марксом вслед повторял, что в крестьянской стране революция подобного рода невозможна. Ленин в своей брошюре «Что делать?» естественно, ровно наоборот сказал, что возможно, если ее возглавит группа профессиональных институционеров. Именно это был корень проблемы, именно это стало корнем раскола, именно это рассорило таких великих людей. Это было очень обидно. Интересно, что после апрельских петезисов Плеханов сказал, что это бред. Да, вышла брошюра, она есть в нашей библиотеке, я, к сожалению, не смог ее привести, она называется «О тезисах». Брошюра Георга Леонидовича Плеханова, тоненькая, она выпущена была его группой «Единство», он приехал раньше Ленина на несколько дней в Россию. Брошюра называлась «О тезисах Ленина» или «Почему бред может быть интересным». Очень обидная, очень резкая брошюра, но она очень ярка, она очень интересна, как артефакт 1917 года, она блестящая. Я надеюсь, что музей Ленина разрешит нам провести ее в следующий заход. Было бы интересно посмотреть. Обязательно. Также на выставке, как я знаю, есть брошюры Ленина самого, которые вот на период, когда разногласия были. Это брошюры времен раскола, как ровно в тот момент, когда начинаются эти споры, когда старые друзья расходятся, и расходятся очень плохо, очень жестко, очень грубо. Второй съезд РСДРП случился в третьем году, в четвертом и в пятом. У Ленина отнимают газету, центральная редакционная коллегия становится меньшевисткой, сторонники Ленина оттуда сгоняются, и практически вся редакционная политика строится на оплевывании большевистской группы, большевистских Ленина и всех его соратников, которые при нем остались. Ленин отвечает, отвечает своими брошюрками. Часть этих брошюр представлена здесь. Это заявление о разрыве центральных учреждений партии. Ленин возглавляет частью... Во время съезда были созданы центральный комитет, центральный орган, несколько так называемых центральных групп. Некоторые из них возглавляет Ленин, и он пишет брошюры свои о том, что вы не правы, я вами недоволен. В ответ ему Мартов пишет свою брошюру, называется «Осадное положение». Плеханов пишет свою брошюру, называется «Теперь молчание невозможно». То есть они обмениваются вот этими уколами. И причем все за границей, да? Конечно, все это переписали. Надо понимать, что это запрещенная литература. Попытка ввести подобные брошюры в Россию означала уголовное преследование и к каторгу. Поэтому на тот момент они сделаны на папиросной бумаге, так легче перевозить. Но любой человек, который на границе, на таможне попадался с подобной литературой, тут же уезжал в Сибирь. Вот поэтому это редкость. Ну, по-моему, у вас, наверное, вообще единичные экземпиары. Нет, они попадаются на рынке. Они плохо... Почему их мало сохраняют? Они есть, их можно купить на антикварном рынке. Они присутствуют. Да, они все сделаны на папиросной бумаге, поэтому они хранятся очень-очень... Поэтому мы не можем дать их потрогать. То есть если мы будем их трогать, они рассыпятся. У вас здесь есть первый номер журнала «Коммунистический интернационал». Так точно. Под редакцией Григория Евсеевича Зиновьева и Льва Давидовича Троцкого. Вот какие основные мысли излагают соратники Ленина на тот период? Журнал «Коммунистический интернационал» выпустили через несколько месяцев после учреждения Коминтерна весной 2019 года. То есть наша страна сегодня ищет идеологический путь. То есть кто мы, зачем мы. Постоянно даже в сегодняшней политической дискуссии задаются эти вопросы. После того, что случилось за последние несколько недель, что нам делать, куда нам идти, как нам реагировать на западный мир, который так относится ко всему русскому. Ровно те же вопросы задавались в 17-18 году. Случился глобальный сдвиг. Россия стала изгоем в 17-м году, отказавшись от обязательств перед Антантой, отказавшись от финансовых обязательств. Россия была в точно таком же положении, в каком Россия находится сегодня. И ровно те же вопросы задавали людям, которые пришли к власти. Партия большинства ЦК, КПБ, перед ними стояли ровно те же вопросы. Ответом на это стало создание Коминтерна. Коминтерн – это абсолютная идея Ленина, который сказал, что западный мир требует от нас невозможного и преступного. Надо понимать, идет Первая мировая война. Уже погибли миллионы русских солдат. И логика Ленина какая? Мы не понимаем, зачем ведется эта война. Нам она не нужна. Мы не хотим, чтобы русские крестьяне погибали за интересы, непонятные нам. Поэтому войну нужно остановить. Отсюда вышел Брестский мир. То есть любой ценой прекратить убийство русских солдат. Но в идеологической сфере мы не готовы признать правоту Запада, потому что он не объясняет нам свою логику. Мы создадим новый мир, в который приглашаем всех, кто готов нас слышать. Этот мир будет делать мировую революцию. Это будет новый солнечный город. Ленин, надо понимать, социалист. И для него герои Томас Кампанелло, Сен-Симон, Фурье. Мы идем в новый лучший мир. Мы знаем, как туда идти. Мы знаем туда дорогу. И мы приглашаем всех вместе с нами. Это называется коммунистический интернационал. Учредительный конгресс прошел в марте 2019 года. И там были представители десятка стран. Японии, Соединенных Штатов, практически всей Европы. Надо понимать, что Ленин на тот момент не выглядит утопистым. Потому что только что взорвалась Австро-Венгрия. Австро-Венгерская империя пала. Только что пала Германская империя. И представители социалистических партий приходят там к власти. То есть Ленин это абсолютно реальная вещь. Китай, Япония, вся Европа полыхает. В Англии, в Глазго берут штурмом замки и дворцы. В Лондоне 100 тысяч рабочих. А покрывают Букингемский дворец. То есть Ленин выглядит предводителем всего мира. И Коминтерн создается как идеологическая антитеза Западу. Там собирается огромное количество людей. И естественно, такому представительному собранию нужен печатный орган. Правительство переехало в Москву. Поэтому первые номера печатались в Петрограде. Начальником Петрограда, начальником коммунистического обкома Петрограда был Григорий Зиновьев. Поэтому все это происходило под его рукой. Потом присоединился Троцкий. Они перевели издательство в Москву. Но первый номер интересен. Там описывается, зачем все это происходит. Зачем создан Коминтерн. Какие у него планы. Там интересная вкладка, на которой видно, как меняется способ общения. И что возможно, что невозможно в прессе. Например, там вложен фотоколлаж, который называется «Наши мертвецы». И там Яков Свердлов в гробу. Там погибшие социалисты. Но слово «наши мертвецы» сегодня кажется невозможным. Тогда это повод для гордости. Смотрите, кто погиб в борьбе за свободу. Это очень интересная вкладка. Журнал. Первый номер очень редок, потому что делали его люди, которые чуть позже объявлены врагами народа. И что дальше было? 1922 год. Создание Советского Союза. В этот период. Есть издание того периода? Издание того периода есть. Это журналы в основном. Журнальная часть. Есть несколько книг. Для Ульяновска, мне кажется, интересный персонаж, который в Ульяновске никогда не был, но в Ульяновске, топонимик Ульяновска, это Володарский. У него нет имени, он В. Володарский. На самом деле он Моисей Гольштейн, но в Ульяновске огромный район. Я родился в районе, который называется Володарка. И логичный вопрос, кто такой Володарский? Почему огромный район? То есть Володарский – это пропагандист, это начальник пропагандистского отдела Петрограда. Это очень важный персонаж для Ленина, потому что Володарский – абсолютно преданный человек, знающий человек. Если у вас на тот момент, надо понимать, это время массовых мероприятий, митингов. Газеты России не умеют читать в массе своей. Больше 80% населения страны неграмотны. Поэтому единственный способ – донести. Листовки не дойдут до всех. То есть нужен толмач, который расскажет суть проблемы массе. Володарский в этом смысле идеальный персонаж. Человек небольшого роста в роговых очках, но обладающий, как Яков Свердлов, громовым голосом, который может починить себе толпу, укоротить толпу и понятным для простых людей языком пересказать сложные вещи. Неоценимый персонаж, поэтому Володарский был важнейший человек для Ленина. Володарский был убит в 1918 году, выстрел в упор. Но на выставке представлена его брошюра с его речами. То есть она, мне кажется, важная, потому что ульяновцы хотя бы могут посмотреть на того, кто такой Володарский. В честь кого у нас Володарского. Ну, помимо этого, в 1922 году много чего случилось. Создание СССР, помимо этого, Сталин назначается за несколько месяцев до этого. Создается пост генерального секретаря, потому что Ленин понимал, что... Он был уже в плохом состоянии, да? Да, ну, то есть в апреле первый инсульт. На какое-то время Владимир Ильич теряет работоспособность, но он видит, что там Зиновьев камень... Ну, то есть это политические игры начинаются, они и так... Но пока Ленин был в силе и все контролировал, это было невозможно. Авторитет Ленина никем не оспаривать его было невозможно. Но люди видели, что он слабеет, и поэтому Ленин сделал пост генерального секретаря, был назначен Сталин. Александр, на выставке есть еще интересное издание. Оно принадлежало Николаю Николаевичу Столову, ульяновскому краеведу, о котором мало знают, к сожалению, ульяновцы. Вот расскажите об этом издании, об этом человеке. Да, книжка очень интересная. Она вызвана в 1925 году в Ленинграде. И Столову ее подарил Леонид Ильинский. Это такой большой российский ученый, литературовед. На книге есть владельческий знак Николая Николаевича Столова. Это наш земляк. Он родился в Симбирске. Его дядя был одноклассником Ленина. В 16-м году Николай Николаевич ушел добровольцем на фронт Первой мировой войны и вступил в партию эсеров. В 20-е годы, в начале 20-х он возвращается в Симбирск, как красный комиссар. И становится заведующим того, что чуть позже стало называться Дворец книги. То есть он с командой красноармейцев объезжал окрестные библиотеки по области, спасал их. Ну, фактически он их экспроприировал, но фактически спасал от разорения и от уничтожения. И создал одну из крупнейших книгохранилищиков по Волжи. Именно ему, Николаю Николаевичу Столову, мы обязаны Дворцом книги в том виде, в котором он существует сейчас. Позже, в конце 20-х, он переезжает в Москву и вместе с Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем создает Государственный литературный музей. То есть это собрание прижизненных дневников, записей, книг Александра Пушкина, Николая Гоголя, Тургенева. Вся русская литература практически собрана нашим земляком в одном месте Николая Николаевичу Столову. Это удивительный персонаж. Грустно, что в Ульяновске мало о нем вспоминают. Я хочу эту несправедливость исправить. И счастлив, что музей дал такую возможность рассказать побольше о нашем великом земляке. Спасибо.